Безопасный Сталин. 18 апреля 2019 года. 20 часов. Дмитрий Самойлов. Журналист, литературный критик. Аналитический центр опросил 1638 человек в 50 регионах России и пришел к выводу, что 70% населения страны хорошо относятся к Иосифу Сталину. Громкий заголовок может не иметь никакого отношения к оригинальному событию и новостному поводу, главное, что случится потом. Главное, обсуждение, возмущение и крики на тему тоталитарной природы русского человека и его рабских, мазохистских корней. А каких еще, если все так любят Сталина? Также по теме. Опрос показал рекордный уровень одобрения в России политики Сталина доля российских граждан, которые позитивно относятся к Иосифу Сталину, впервые превысила 50%. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на. Не будем указывать на то, что 1638 респондентов, это, мягко говоря, не всероссийская перепись населения и вообще не самая репрезентативная выборка. И даже пропустим тот факт, что 70% ответили положительно на вопрос, как вы оцениваете роль Сталина в истории. То есть люди не сказали, мы любим Сталина и готовы за него голосовать. Они сказали, да, положительно оцениваем роль в истории. Потому что для них Сталин ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне и строительством доменных печей, ГС и ТЭЦ. Понятные, простые, положительные ассоциации. Предположим, что две трети жителей современной России действительно хорошо относятся к Сталину. О чем это говорит? Прежде всего это говорит о том, что хоть сколь-нибудь близкий к реальности образ Сталина вымылся из народной памяти течением истории. В ней остались только архетипические черты. И это черты отца. Каждый человек чувствует, что действительность несправедлива по отношению лично к нему. Всегда есть кто-то, кому значительно лучше. И лучше ему совершенно не заслуженно. Работаешь, так сказать, работаешь, слушаешь упреки жены, проверяешь дневник подростка-разгильдяя, берешь кредиты на дешевые корейские автомобили, потом другие кредиты, чтобы покрыть те, предыдущие, потом микрокредиты под грабительские проценты, чтобы покрыть хоть что-то. А счастья нет. А где-то рядом оно явно есть. Иначе для кого строят все эти бесконечные небоскребы с лавтами? Куда едут эти сверкающие, длинные, черные автомобили? Кто покупает членство в яхт-клубах? Кем забиты самолеты, ежедневно летящие из аэропортов по всем направлениям? Кто часами выбирает, куда бы сегодня пойти поужинать, а потом идет туда, где, по отзывам, устрицы посвежие? При Сталине такого не было. Наблюдая происходящее, человек сначала задается вопросом, а почему все это не мне? А потом следующим вопросом, а почему это все еще кому-то? И тогда на ум приходит довольно простое и очевидное решение. Если этого нет у меня, то не должно быть ни у кого. То есть возникает запрос на нисходящую социальную справедливость. При желании справедливости восходящий человек рассчитывает на то, что все вокруг, и он в числе прочих, будут богаты и успешены. При желании нисходящей справедливости человек готов довольствоваться общим уровнем ниже среднего, в рамках которого он будет не хуже остальных. Это, кстати, не является отрицательной характеристикой. Люди понимают, в реальных условиях они не поднимаются до уровня своих мечтаний, они прагматично остаются на уровне своих возможностей. А теперь давайте вспомним, кто еще, кроме Сталина, может являться видимым образом этой самой нисходящей требуемой справедливости. Кого можно представить тем самым отцом, который войдет в комнату к дерущимся детям и рассудит, что если конфету нельзя поделить, то все должны остаться без конфеты. Кто? Вот именно. В МИД России прокомментировали слова агенция Каната о Гитлере и Сталине. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова агенция Каната Йенса Сталтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина. Кроме того, в России появился запрос на гордость. Запрос на то, чтобы говорить о своей национальной принадлежности не стесняясь. И кто в народном сознании может олицетворять страну, которую боятся? Сталин. При этом относиться к Сталину хорошо довольно просто. Этот человек, умерший 66 лет назад, то есть по меркам современной истории это почти былинный персонаж, который может быть исключительно умозрительным образом. И никакой опасности его реального появления, возрождения или даже возобновления хоть каких-то его методов нет. Умер, исчез и превратился в список славных дел, в миф, в элемент маргинального религиозного культа. Положительно оценивать деятельность Сталина совершенно безопасно. Спорить о нем можно бесконечно, все аргументы известны и отлокированы. Это разновидность хобби, быть сталинистом. Есть мечта о справедливости и порядке, но есть и интуитивное понимание того, что мир, вообще-то, несправедлив и во многом хаотичен. Энтропия опять же нарастает. И так удобно уложить свою мечту о благоденствии в этот карман коллективного сознательного, Сталин. Этот карман невозможно по-настоящему открыть, из него невозможно ничего вытащить. Можно только в нем копаться, перебирая пыльные стереотипы, а зато индустриализация, а как же репрессии. А атомная бомба. А принялся Хой, но оставил с Никитой Хрущевым. И так далее, до бесконечности. Люди хотят понятной картины мира везде, кто-то винит во всем миграционную политику, кто-то религию, кто-то Россию, кто-то может считать, что все так, потому что Сталина на вас нет. И можно ли людей упрекать в том, что они стремятся к простым объяснениям? Это естественное свойство человеческой психики. Пусть уж оно в своем движении замыкается на портретном образе полузабытого вождя. И небольшое лирическое отступление. Пару лет назад я ездил в город Горе, который, как известно, есть родина Иосифа Джугашвили. Зимой дорога туда выглядит бедно, крестьянские косые дома, разбитый асфальт. При подъезде к музею Сталина встречаешь магазин, облицованный керамогранитом и зеркальным стеклом. На зеркальное стекло наклеен огромный портрет Сталина в парадной форме. Сам музей мало изменился за последние несколько десятков лет. Экспозиция неинтересная, экскурсии скучные. А во дворе стоит железнодорожный вагон. Считается, что это тот самый вагон, в котором ездил Сталин, его персональный. И что же вы думаете? Вагон этот находится в состоянии, назвать который иначе как убогим нельзя. Какой-то вытертый линолеум, прибитый щербатыми плинтусами, пыль по углам и оборванные занавески. А ведь какой экспонат можно было бы сделать? Сверкающая зеленая лампа, подстаканники, блестящий дубовый стол для заседаний, китель и вечные его сапоги. На столе, конечно, трубка. Хозяин все еще здесь. Он просто вышел на минуту. И вот когда все те 70% людей скинутся по 100 рублей на то, чтобы привести в приличное состояние вагон генералиссимуса, тогда я поверю, что россияне деятельно поддерживают Сталина и положительно оценивают его роль. А пока все это просто слова. Безопасные и вполне понятные. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.